3 езра, глава 12. Когда лев говорил к орлу эти слова, я увидел, что не являлась более голова, которая оставалась вместе с четырьмя крыльями, которые перешли к ней и поднимались, чтобы царствовать, но которых царство было слабо и исполнено возмущением. И я видел, и вот они исчезли, и все тело орла сгорало, и ужаснулась земля. И я от тревоги и ступления ума от великого страха пробудился и сказал духу моему, вот ты причинил мне это тем, что испытываешь пути Всевышнего. Вот я еще трепещу сердцем и весьма изнемог духом моим. И нет во мне нисколько силы от великого страха, которым я поражен в эту ночь. И так ныне я помолюсь Всевышнему, чтобы он укрепил меня до конца. И сказал я, Владыка Господи, если я обрел благодать перед очами Твоими, если Ты нашел меня праведным перед многими, если молитва моя подлинно взошла перед лицо Твое, укрепи меня. И покажи мне, рабу Твоему, значение сего страшного видения, чтобы вполне успокоить душу мою, ибо Ты судил меня достойным, чтобы показать мне последние времена. И он сказал мне, таково значение видения сего. Орел, которого Ты видел в восходящем от моря, есть царство, показанное в видении Даниилу, брату Твоему. Но ему не было изъяснено то, что ныне я изъясню тебе. Вот приходят дни, когда восстанет на земле царство, более страшное, нежели все царства, бывшие прежде Него. В нем будут царствовать один после другого двенадцать царей. Второе из них начнет царствовать и удержит власть более продолжительное время, нежели прочее двенадцать. Таково значение двенадцати крыльев, виденных тобою. А что Ты слышал говорящий голос, исходящий не от головы орла, но из середины тела его? Это означает, что после времени того царства произойдут немалые распри, и царство подвернется опасности падения. Но оно не падет тогда, и восстановится в первоначальное состояние свое. А что Ты видел восемь малых подкрыльных перьев, соединенных с крыльями? Это означает, что восстанут в царстве восемь царей, которых времена будут легкие и годы скоротечны, и два из них погибнут. Когда будут приближаться среднее время? Четыре сохранятся до того времени, когда будет близок конец его, а два сохранятся до конца. А что Ты видел три головы покоящиеся? Это означает, что в последние дни царства Всевышний возникнет три царства, и покорит им многие другие, и они будут владычествовать над землей и обитателями ее. С большим утеснением, нежели все прежде бывшие, поэтому они и названы головами орла. Ибо они-то довершат беззаконие его и положат конец ему. А что Ты видел, что большая голова не являлась боль, это означает, что один из царей умрет на постели своей, впрочем, с мучением, а двое остальных пожрет меч двух. Меч одного пожрет того, который с ним, но и он в последствии времени умрет от меча. А что Ты видел, два подкрыльных пера перешли на голову, находящуюся с правой стороны. Это те, которых Всевышний сохранил к концу царство, то есть царство скудное и исполненное беспокойство. Лев, которого Ты видел поднявшимся из леса и рыкающим, говорящим к орлу и обличающим его в неправдах его, всеми словами его, которые Ты слышал, это помазанник, сохраненный Всевышним к концу против них и нечестий их, который обличит их и представит перед ними притеснение их. Он поставит их на суть живых и, обличив их, накажет их. Он по милосердию избавит остаток народа моего, тех, которые сохранились в пределах моих, и обрадует их, доколе не придет конец, день суда, о котором я сказал Тебе вначале. Таков сон, виденный Тобою, и таково значение его. Ты один был достоин знать эту тайну Всевышнего. Все это, виденное Тобою, напиши в книге и положи в сокровенном месте. И научи этому мудрых из народа Твоего, которых сердца признаешь способными принять и хранить сии тайны. А ты прибудь здесь еще семь дней, чтобы тебе показано было, что Всевышнему угодно будет показать тебе. И отошел от меня. Когда по истечении семи дней весь народ услышал, что я не возвратился в город, собрали все от малов до большого и, придя ко мне, говорили мне, «С чем согрешили мы против тебя? И с чем обидели тебя, что ты, оставив нас, сидишь на этом месте? Ты один из всего народа, остался нам, как гроздь от винограда, как светильник в темном месте и как пристань в корабль, спасенный от бури. Неужели мало бедствий, приключившихся нам? Если ты оставишь нас, то лучше было бы для нас сгореть, когда горел Сион. Ибо мы не лучше тех, которые умерли там». И плакали они с громким воплем, а отвечая им, я сказал, «Надейся, Израиль, и не скорби дом Якова, ибо помнит о вас Всевышний и крепкий не забыл вас в напасти. И я не оставил вас и не ушел от вас, но пришел на это место, чтобы помолиться о разоренном Сионе и просить милосердия уничиженной святыни вашей. Теперь идите каждый в дом свой, и я приду к вам после сих дней». «И пошел народ, как я сказал ему, в город. А я оставался в поле в продолжении семи дней, как павильоном было мне, и питался в те дни только цветами полевыми, и трава была мне пищею». Третья ездра, глава тринадцатая. «И было после семи дней, я видел ночью сон. Вот поднялся ветер с моря, чтобы возмутить все народы его, волны его. Я смотрел, и вот вышел крепкий муж с воинством небесным, и куда он не обращал лицо свое, чтобы взглянуть, все трепетало, что виднелось под ним. И куда не выходил голос из уст его, загорались все, которые слышали голос его, подобно тому, как тает воск, когда почувствует огонь. И после этого, видел я, вот, собралось множество людей, которым не было числа, а четырех ветров небесных, чтобы преодолеть этого мужа, который поднялся с моря. Видел я, и вот, он изваял себе большую гору и взлетел на нее. Я старался увидеть ту страну или место, откуда из вояна была эта гора, но не мог. После всего, видел я, что все, которые собрались победить его, очень испугались, и однако же осмелились воевать. Он же, когда увидел устремление идущего множества, не поднял руки своей, ни копья не держал, никакого оружия воинского. Но только, как я видел, он испускал из уст своих, как бы дуновение огня, и из губ своих, как бы дыхание пламени, и с языка своего пускал искры и бури. И все это смешалось вместе, и дуновение огня, и дыхание пламени, и сильная буря. И стремительно напал он на это множество, которое приготовилось сразиться, и сжег всех, так что ничего не видно было, из бесчисленного множества, кроме праха. И только был запах от дыма. Увидел я это, и устрашился. После сего я видел того мужа, сходящего с горы и призывающего к себе другое множество, мирное. И многие приступали к нему, иные с лицами веселыми, а иные с печальными. Иные были связаны, иные приносили иных. И я изнемог от великого страха пробудился и сказал. Ты от начала показал рабу твоему чудеса сии, и судил меня достойным, чтобы принять молитву мою. Покажи же мне и значение сна сего. Потому что, как я понимаю разумом моим, горе тем, которые оставлены будут до тех дней. А еще более горе и тем, которые не оставлены. Ибо те, которые не оставлены, были печальны. Теперь я понимаю, что то, что отложено на последние дни, встретит их. Но и тех, которые оставлены. Поэтому они пришли в большие опасности и большие затруднения, как показывают эти сны. Но легче находящемуся в опасности потерпеть это, нежели перейти подобно облаку из мира сего. И не видеть того, что будет в последние времена. Он отвечал мне и сказал. И значение видения я скажу тебе, и о чем ты говорил, открою тебе. Так как ты говорил о тех, которые оставлены. То вот объяснение. Кто выдержит опасность в то время, тот сохранил себя. А которые впадут в опасность, это те, которые имеют дела и веру во всемогущего. И так знай, что те, которые оставлены, блаженнее умерших. Вот объяснение видения. Так как ты видел мужа восходящего из среды и моря. Это тот, которого Всевышний хранит многие времена. Который самим собой избавит творение свое и управит тех, которые оставлены. А что ты видел исходящий из уст его, как бы ветер, огонь и бурю. И что он не держал ни копья, ни какого воинского оружия. Но устремление его поразило множество, которое пришло, чтобы победить его. То вот объяснение. Вот наступают дни, когда Всевышний начнет избавлять тех, которые на земле. И приведет в изумление живущих на земле. И будут предпринимать войны одни против других. Город против города. А одно место против другого. Народ против народа. Царство против царства. Когда это будет и явится знамение, которое я показал тебе прежде. Тогда откроется сын мой, которого ты видел, как мужа восходящего. И когда все народы услышат глаз его, каждый оставит войну в своей собственной стране, которую они имеют между собой. И соберутся в одно собрание множество бесчисленное, как бы желая идти и победить его. Он же станет наверху горы Сиона. И Сион придет и покажется всем приготовленной и устроенной, как ты видел гору изваянную без рук. Сын же мой обличит нечестие, изобретенное этими народами, которые своими злыми помышлениями приблизили бурю и мучения, которыми они начнут мучиться. И которые подобны огню. И он истребит их без труда законом, который подобен огню. А что ты видел, что он собирал к себе другое мирное общество? Это десять колен, которые отведены были пленными из земли своей, в одни царя Осии, которого отвел в плен Салмонасар, царь Иссирийский, и перевел их за реку, и переведены были в землю иную. Они же положили в совете своем, чтобы оставить множество язычников и отправиться в дальнюю страну, где никогда не обитал род человеческий, чтобы там соблюдать законы свои, которых они не соблюдали в стране своей. Тесными входами подошли они к реке Ефрату. Но Всевышний, ибо Всевышний сотворил тогда для них чудеса, и остановил жилы реки, доколе они проходили. Ибо через эту страну шли они долго, полтора года. Эта страна называется Арсарев. «Там жили они до последнего времени, и ныне, когда они начнут приходить, Всевышний снова остановит жилы реки, чтобы они могли пройти. Поэтому ты видел множество мирное, но которое оставлено от народа твоего, это те, которые находятся внутри пределов моих. Ибо когда начнет он истреблять множество собравшихся вместе народов, он защитит народ свой, который останется. И тогда покажет им множество чудес. Я сказал, Владыка Господи, объясни мне это. Для чего я видел мужа, восходящего из середины моря? И он сказал мне, как не можешь ты исследовать и познавать того, что во глубине моря, так никто не может на земле видеть сына моего, не тех, которые с ним, разве только во время дня его. Вот и столкование сна, которое ты видел, и которым ты один здесь просвещен. Ты оставил дела твои, упражнялся в законе моем и взыскал его. Ибо жизнь твою ты устроил в мудрости, и рассудительность назвал твоей матерью. Поэтому я показал тебе воздаяние у Всевышнего. После трех дней я покажу тебе другое, и открою тебе важное и чудное. Тогда я пошел и вышел в поле. Много слави и благодаря Всевышнего за чудеса, которые он совершил по временам. И что он управляет настоящим и тем, что произойдет во времена. И там я сидел три дня. Третья ездра, глава 14. И было после трех дней я сидел под дубом. И вот голос вышел из куста против меня и сказал, Ездра, Ездра. Я сказал, вот я, Господи, и встал на ноги мои. Тогда сказал он мне, в кусте я открылся и говорил Моисею, когда народ мой был рабом в Египте. И послал его и вывел народ мой из Египта, и привел его к горе Синаю. И держал его у себя много дней. И открыл ему много чудес, и показал тайны времен и конец. И заповедал ему, сказав, эти слова объяви, а проще скрой. И ныне тебе говорю, знамения, которые я показал тебе, и сны, которые ты видел, и толкования, которые слышал, положи в сердце твоем. Потому что ты взят будешь от людей и будешь обращаться с сыном моим, и с подобными тебе доколе не окончатся времена. Ибо век потерял свою юность, и времена приближаются к старости. Так как век разделен на двенадцать частей, и девять частей его и половина десятой части уже прошли, и остается то, что после половины десятой части. И так ныне устрой дом твой, и вразуми народ твой, утешь уничиженных, и отрекись тление. И отпусти от себя смертные помышления, отбрось тягости людские. Сними с себя немощи естества, и отложи в сторону тягостные для тебя помыслы, и готовься переселиться от времен сих. Ибо после больше будет бедствий, нежели сколько ты видел ныне. Сколько будет слабеть век от старости, столько будет умножаться зло для живущих. Еще дальше удалится истина, и приблизится ложь. Уже поспешает прийти видение, которое ты видел. Тогда отвечал я и сказал, вот я пред тобой, Господи. Я пойду, как ты повелел мне, и вразумлю нынешний народ. Но кто научит тех, которые потом родятся? Ибо век во тьме лежит, и живущая в нем без света. Потому что закон твой сожжен, и оттого никто не знает, что сделано тобою, или что должно им делать. Но если я приобрел милость у тебя, не спошли на меня Духа Святого, чтобы я написал все, что было соделано в мире от начала, что было написано в законе твоем, дабы люди могли найти стезю, и дабы те, которые захотят жить в последние времена, могли жить. И он, отвечая, сказал в ответ мне, иди, собери народ и скажи ему, чтобы он не искал тебя в продолжении сорока дней. Ты же приготовь себе побольше дощечек, и возьми с собой Сария, Даврия, Салемия, Ехана и Осиеля, этих пять способных писать скоро. И приди сюда, и я вложу в сердце твое светильник разума, в ожгу, который не угаснет, доколе не окончится то, что ты начнешь писать. И когда ты совершишь это, то иное объяви, а иное тайно передай мудрым. Завтра в этот час ты начнешь писать. Тогда я пошел, как он повелел мне, и собрал весь народ, и сказал, слушай, Израиль, слова сии, Отцы наши были странниками в Египте, и освобождены были оттуда, и приняли закон жизни, которого не сохранили, который и вы после них нарушили. И дана была вам земля в наследие, и земля сион. Но отцы ваши и вы делали беззаконие, и не держались тех путей, которые Всевышний заповедал вам. И он, как праведный судья, отнял у вас ныне, что даровал вам. И ныне вы здесь, а братья ваши между вами. Если вы будете управлять чувством вашим, и образуете сердце ваше, то сохраните жизнь, и по смерти получите милость. Ибо по смерти настанет суд, когда мы оживем. И тогда имена праведные будут объявлены, и показаны дела нечестивых. Никто не приходи ко мне ныне, и не ищи меня до сорока дней. И взял я пять мужей, как заповедал мне, и пошли мы в поле, и остались там. И вот на другой день голос возвал ко мне, «Ездра, открой уста твои, выпей то, чем я напою тебя». Я открыл уста мои, и вот полная чаша подана была мне, которая была наполнена как бы водой, но свет и того был подобен огню. И взял я и пил. И когда я пил, сердце мое дышало разумом, и в груди моей возрастала мудрость, ибо дух мой подкреплялся памятью. Уста мои были открыты, и больше не закрывались. Всевышний даровал разум пяти мужам, и они ночью писали по порядку, что было говорено им, и чего они не знали. Ночью они ели хлеб, а я говорил днем, и не молчал ночью. «Написаны же были в сорок дней девяносто четыре книги. И когда исполнилось сорок дней, Всевышний сказал, «Первые, которые ты написал, положи открыто, чтобы могли считать и достойные, и недостойные. Но последние семьдесят сбереги, чтобы передать их мудрым из народа, потому что в них проводник разума, источник мудрости и река знания». Так я и сделал. Третье ездра, глава пятнадцатая. «Говори вслух народа моего слова, пророчества, которые вложу я в уста твои, говорит Господь. И сделай, чтобы они написаны были на харте, потому что они верны и истинны. Не бойся, что будут замышлять против тебя, и да не смущает тебя неверие тех, которые будут говорить против тебя. Ибо всякий неверующий в неверии своем умрет. «Вот я наведу, говорит Господь, на круг земной бедствия, меч и голод, и смерть, и пагубу, за то, что нечестие людей осквернило всю землю, и пагубные дела их переполнились. Посему, говорит Господь, я уже не буду молчать о беззакониях, которые совершают они нечестиво, и не буду терпеть в них того, что они делают преступно. Вот кровь неповинная и праведная вопиет ко мне, и души праведных вопиют непрестанно. А отмщу им, говорит Господь, и возьму от них к себе всякую кровь неповинную. Вот народ мой ведется, как стадо на заклане. Не потерплю боли, чтобы он жил в Египте. Но выведу его рукой сильной и мышцей высокую, и поражу Египет казнью, как прежде, и погублю всю землю его. Восплащит Египет и основание его, пораженное казнью и мщением, которое наведет на него Бог. Восплащат земледельцы, возделывающие земли, потому что оскудеют у них семена от ржавчины и от града, и от страшной звезды. Горе веку и тем, которые живут в нем. Ибо приблизился меч и истребление их, и восстанет народ на народ для войны, и мечи в руках их. Люди сделаются непостоянными, и один, других одолевая, одни вознеродят о царе своем, и начальники охоте дел своих в пределах своей власти. Пожелает человек идти в город, и невозможет. Ибо по причине их гордости города возмутятся, домы будут разорены, на людей нападет страх. Не сжалится человек над ближним своим, предавая домы их на разорение оружием, расхищая имущество их по причине голода и многих бед. Вот я созываю, говорит Бог, всех царей земли от востока и юга, от севера и Ливана, чтобы благоговели передо мною и обратились к себе самим, и чтобы воздать им, что они делали там, тем. Как поступают они, даже доселись избранными моими, так поступлю с ними, и воздам в недры их, говорит Господь Бог. Не пощади десница моя грешников, и меч не перестанет поражать проливающих на землю неповинную кровь. И шел огонь из гнева его, и истребил основание земли и грешников, как зажженную солому. Горе грешникам и не соблюдающим заповедей моих, говорит Господь. Не пощажу их, удалитесь сыновья отступников, не оскверняйтесь святыни моей. Господь знает всех, которые грешат против него, потому предал их на смерть и на убиение. На круг земной пришли уже бедствия, и вы пребудете в них. Бог не избавит вас, потому что вы согрешили против него. Вот видение грозное, и лицо его от востока. Выступят порождения драконов-аравийских на многих колесницах, и с быстротой ветра понесутся по земле, так что наведут страх и трепет на всех, которые услышат о них. Выйдут как вепри из леса карманяне, неистовствующие в ярости, и придут в великой силе, вступят в борьбу с ними и опустошат часть земли ассирийской. Потом драконы, помнящие происхождение свое, одержат верх, и, обладая великою силой, обратятся преследовать тех. Те смутятся, умолкнут перед силою их, и обратят ноги свои в бегство. Но находящиеся в засаде со стороны ассириана кружат их, и умертвят одного из них. В войске их произойдет страх и трепет, и ропот на царе их. Вот облака от востока и от запада до юга, и вид их весьма грозен, исполнен свирепости и буря. Они столкнутся между собою, и свергнут много звезд на землю, и звезду их, и будет кровь от меча до черева, и помет человеческий до седла верблюда. Страх и трепет великий будет на земле. Ужаснутся все, которые увидят эту свирепость и вострепещут. После того много раз будут поднимать себя буря от юга и севера, и частью от запада. И ветры сильные поднимутся от востока, и откроет его, и облако, которое я подвинул во гневе, а звезда, назначенная для устрашения при восточном и западном ветре, повредиться. И поднимутся облака великие и сильные, полные свирепости. И звезда, чтобы устрашить всю землю и жители ее, и прольют на всякое место высокое и возвышенное страшную звезду. Огонь и град, мечи летающие, и многие воды, чтобы наполнить все поля и все источники множеством вод. И затопят город, и стены, и горы, и холмы, и дерева в лесах, и траву в лугах, и хлебное растение их. И пройдут безостановочно до Вавилона, и сокрушат его. Соберутся к нему и окружат его, прольют звезду и ярость на него, и поднимется пыль и дым до самого неба. И все кругом будут оплакивать его, а те, которые останутся подвластными ему, будут служить тем, которые навели страх. И ты, Ася, соучастница в надежде Вавилона и в славе его. Горе тебе, бедная, за то, что уподоблялась ему и украшала дочерей своих в блудодеянии, чтобы они нравились и славились у любовников твоих, которые желали всегда блудодействовать с тобою. Ты подражала ненавистному во всех делах и предприятиях его. Зато, говорит Бог, пошлю на тебя бедствия, вдовства, нищету и голод, и меч, и язву, чтобы опустошить домы твои насилием и смертью. И слава могущества твоего засохнет, как свет, когда настанет зной, послой на тебя. И ты изнеможешь, как нищие, избитые, израненные женщинами, чтобы люди знатные и любовники не могли принимать тебя. «Стал ли бы я так ненавидеть тебя, говорит Господь, если бы ты не убивала избранных моих во всякое время, поднимая руки на поражение их и глумясь над смертью их, когда ты была в опьянении. Украшай твое лицо. Мзда блудодеяния твоего в недре твоем, зато и получишь ты воздаяние. Как поступала ты с избранными моими, говорит Господь, так с тобой и поступит Бог и подвергнет тебя бедствиям. Дети твои погибнут от голода, ты падешь от меча, города твои будут разорены, разрушены и все они падут в поле от меча. А некоторые на горах, которые те погибнут от голода и будут есть плоть свою по недостатку хлеба и пить кровь по недостатку воды. В несчастье падешь по морям и там встретишь беды. Во время переходов твоих они бросятся на опустошенный город и истребят часть земли твоей и часть славы твоей уничтожат. Разоренная ты послужишь для них соломою, а они для тебя будут огнем. Истребят тебя и города твои, землю твою, горы твои, все леса твои и дерева плодоносные сожгут огнем. Сыновей твоих уведут в плен, имущество твоё захватят в добычу и славу твою истребят. Третья езжа глава 16 горе тебе Вавилон и Ассия, горе тебе Египет и Сирия, припаяшьтесь вретищем и власяницами, оплакивайте сыновей ваших и болезнуйте, потому что приблизилась ваша погибель. «Послан на вас меч и кто отклонит его? Послан на вас огонь и кто угасит его? Послан на вас бедствие и кто отвратит их? Прогонит ли кто голодного льва в лесу или угасит ли мгновенно огонь в соломе, когда он начнет разгораться? Отразит ли кто стрелу, пущенную стрелком сильным? Господь сильный посылает бедствие и кто отвратит их? И шел огонь от гнева его кто не убоится? Возгремит и кто не ужаснется? Господь возрит грозно и кто не сокрушится до основания от лица его? Содрогнулась земля и основание ее, море волнуется со дна и волны его возмущаются и рыбы его от лица Господа от величия силы его, ибо сильна его десница напрягающая лук, острые его стрелы пускаемые им, не ослабеют, когда будут посылаемы до концов земли. Вот посылаются бедствия и не возвратятся доколе не придут на землю. Возгорается огонь и не угаснет доколе не попалит основание земли. Как стрела пущенная сильным стрелком не возвращается, так не возвратятся бедствия которые будут посланы на землю. Горе мне, горе мне, кто избавит меня в те дни. Начнутся болезни и многие востинают. Начнется голод и многие будут гибнуть. Начнутся войны и начальствующими овладеет страх. Начнутся бедствия и все вострепещут. Что мне делать тогда, когда придут бедствия? Вот голод и язва и скорбь и теснота посланы как бичи для исправления. Но при всем этом люди не обратятся от беззакония своих и о бичах не всегда будут помнить. Вот на земле будет дешевизна во всем и подумают что настал мир. Но тогда ты постигнут землю бедствия, меч, голод и великое смятение. От голода погибнут очень многие жители земли, а прочие, которые перенесут голод, падут от меча. И трупы как навоз будут выбрасываемы и некому будут оплакивать их, ибо земля опустеет и города ее будут разрушены. Не останется никого кто возделал бы землю и сел на ней. Дерева дадут плоды, и кто будет собирать их? Виноград созреет, и кто будет топтать его? Ибо повсюду будет великое запустение. Трудно будет человеку увидеть человека или услышать голос его. Ибо из жителей города останется не более десяти. Из поселян человека два, которые скроются в густых рощах и расселенных скал. Как в масличном саду остаются иногда на деревах три или четыре маслины или виноградники. Обобранным недосмотрят несколько гроздей те, которые внимательно обирают виноград. Так и в те дни останутся трое или четверо при обыске домов их с мечом. Земля останется в запустении, поля ее заглохнут, дороги ее весят, тропинки ее зарастут терным, потому что некому будет ходить по не имея мужей, плакать будут дочери их не имея помощи. Женихов их убьют на войне и мужья их погибнут от голода. Слушайте это и вразумляйтесь рабы господни, это слово господа. Внимайте ему и не верьте богам о которых говорит господь. Вот приближается бедствие и не замедлят. Как у беременной женщины, когда в девятый месяц настанет ей пора родить сына, часа за два или за три до рождения боли охватывают чрево и ее и при выходе младенца из чрева не замедлят ни на одну минуту. Так не замедлят прийти на землю бедствие и люди того времени восстинают боли охватят их. Слушай слово народ мой, готовьтесь на брань и средь бедствий будьте как пришельцы земли. Продающий пусть будет как собирающийся в бегство, а покупающий как готовящийся торгующий как не ожидающий никакой прибыли и строящий дом как не надеющийся жить в нем. Сеятель пусть думает что не пожнет и виноград что не соберет винограда. Вступающие в брак что не будут рождать детей и не вступающие как вдовцы. Посему все трудящиеся без пользы трудятся ибо плодами трудовых воспользуются чужеземцы и имущество их расхитят домы их разрушат и сыновей их поработят потому что в плену и в голоде они рождают детей своих как занимаются кто хищничеством тех чем дольше украшают они города и домы свои владения и лица свои тем более возненавижу за грехи их говорит Господь как блудница ненавидит женщину честную весьма благонравную так правда возненавидит неправду украшающую себя и обвинит ее в лицо когда придет тот кто будет защищать преследующего всякий грех на земле потому не подражайте неправде и делам ее ибо еще немного и неправда будет удалена с земли а правда воцарится над вами пусть не говорит грешник что он не согрешил потому что горящие угли возгорятся на голове того кто говорит я не согрешил перед Господом Богом и слава его Господь знает все дела людей и начинания их и помышления их и сердца их он сказал да будет земля и земля явилась да будет небо и было словом его сотворены звезды и он знает число звезд он созерцает бездны и сокровенные в них измерил море и что в нем словом своим он заключил море среди вод и землю повесил на водах он простер небо как шатер на водах основал его он поместил в пустыне источники воды и озера на вершинах гор для низведения рек с высоких скал чтобы напаять землю он сотворил человека и положил сердце его в середине тела и вложил в него дух жизнь и разум и дыхание Бога всемогущего который сотворил все и созерцает все сокровенное в сокровенных земли он знает намерение ваше что помышляете вы в сердцах ваших когда грешите и хотите скрыть грехи ваши потому Господь совершенно ясно видит все дела ваши и облечит всех вас и вы будете посрамлены когда грехи ваши откроются перед людьми и беззакония предстанут обвинителями в тот день что что сделаете и как скроете грехи ваши перед Богом и ангелами его вот Бог судья бойтесь его оставьте грехи ваши и навсегда перестаньте делать беззаконие и Бог изведет вас и избавит от всякой скорби ибо вот возгорается на вас ярость многочисленного полщища и схватят некоторых из вас и умертвят для принесения в жертву идолам кто будете намыслен с ними тех подвергнут они по смеянию по ношению и по пранию ибо по всем местам и в соседних городах многие восстанут против боящихся Господа будут как иступленные без пощады расхищать и опустошать все у боящихся Господа опустошат и расхитят имущество их и из домов их изгонят их тогда настанет испытание избранное моим как золото испытывается огнем слушайте возлюбленные мои говорит Господь вот перед вами дни скорби и от них я избавлю вас не бойтесь и не сомневайтесь ибо вождь ваш Бог если будете исполнять заповеди и повеления мои говорит Господь Бог то грехи ваши не будут бременем подавляющим вас и беззакония ваши не превозмогут вас горе тем которые связаны грехами своими и покрыты беззакониями своими это поле которое заросло кустарником и через которое путь покрыт терном так что человек проходить не может оно оставляется и обрекается огню на истребление а а и и к